Друзья, всем привет! Сегодня долгожданный Opel Ampere E. Друзья, перед вами долгожданный Opel Ampere E. Это полностью электрический автомобиль, который, я считаю, вы очень хорошо знаете. Откуда вы его знаете? Правильно, потому что это брат-близнец американского Chevrolet Bolta. Но эта машина немножко от него отличается. Во-первых, она амалогирована под европейский рынок, у нее своя светотехника, у нее некоторые отличия по приборам, но в целом по технической части это одна и та же машина. Здесь, конечно, такой немножечко спорный внешний вид, которому можно придираться, он может быть кому-то понравится, кому-то не понравится. Но производитель решил, будет, ребята, так и никак иначе. Второе отличие касается порта зарядки. Порт зарядки у нас, соответственно, располагается в переднем левом крыле. Мы нажимаем на крышечку, он открывается. И что мы здесь видим? Да, тот самый европейский CCS Combo 2, тип 2. То есть машина, еще раз, амалогирована под европейский рынок. И сейчас именно такие типы портов активно внедряются, распространяются, ставятся на европейские машины. И в том числе на Tesla Model 3 европейскую устанавливают точно такие же порты. Что же у нас здесь есть интересного еще? В первую очередь предлагаю посмотреть на багажник этого автомобиля, потому что я считаю это очень важно. Машина у нас высокая, машина у нас узкая. Здесь есть такой намек на микровэн даже, что ли. И вообще на моем канале очень много семейных людей, которые интересуются возможностью там загрузки и удобства автомобилей, в том числе электро. Ребята, начинайте ими интересоваться. Я сам скептически ко всей этой теме относился. Но вот они рядом, вот они едут. Одна, вторая, третья. Их заказывают, и хотят. И скоро в каждом дворе каждого дома будет стоять по электроавтомобилю. Возможно, появится и в вашей семье. В общем, вот он багажник. Он вообще здесь, ну, откровенно, да, маленький. Если первично на это все дело посмотреть, маленький. И я здесь не помещусь, даже крышку закрыть не получится. В целом, мало электроавтомобилей, которые порадуют большим багажником, потому что снизу батарейка. И, соответственно, пространство снизу поджирает внутреннее пространство автомобиля. Но, смотри, что сделал производитель. Они поставили вот такую вот заглушку. Если ее вытащить, у нас с вами достаточно глубокий багажник получается. Да, он узковат, да, он коротковат. Но, в целом, в принципе, домохозяйка сложить пакеты из Ашана или, может быть, из Азбуки вкуса сюда без проблем сможет. Кстати, в комплекте с автомобилем у нас идет один провод зарядки. Выглядит он так. Соответственно, вы можете от обычной сети 220 вольт втыкаться, втыкаться в машину и заряжать этот автомобиль. Что здесь с батарейкой? Ребята, с батарейкой здесь очень интересная история. Ее объем целых 60 киловатт часов. И именно за это вы полюбили Chevrolet Bolt. Я надеюсь, полюбите и Opel Ampere. Потому что за минимальное количество денег вы получаете максимум километров, которые можете проехать. Сейчас я предлагаю вам познакомиться с подкапотным пространством этого автомобиля и показать, какие бывают нюансы, когда мы покупаем машины в Европе, когда мы привозим машины из Германии. А конкретно этот экземпляр был куплен на сайте мобиля DE. Он был куплен у официального дилера Opel. У этой машины небольшой пробег, по-моему, до 30 тысяч километров. У него идеальная оптическая сохранность, минимальное количество там сколов, следов износа. Ну, в общем, вы все знаете. Миллион раз про это рассказывал. Особенно у машины из Германии с пробегом 30 тысяч. Какой вообще износ может быть? Но при этом посмотрите сюда, ребят. Это орешки. А еще бывают прогрызанные вот эти вот накладочки. Бывают куницы, их прогрызают. Я раньше думал, блин, какие нахрен куницы? О чем вы рассказываете? На самом деле приезжают тачки, а вот здесь есть повреждения и эти части как бы нужно менять. Вот так вот у нас выглядит электрическая часть этого автомобиля. Электромотор. Есть, опять же, легкие налеты, отложения солей, коррозии. Не знаю, может быть, эта машина где-то в северном регионе эксплуатировалась. Но в целом, да, особо придраться к не к чему. Небольшой детейлинг и все будет идеально. И эта машина будет верой и правдой служить не один год. А теперь я предлагаю перейти к салону этого автомобиля. Там есть некоторые нюансы, которым откровенно можно придраться. И сейчас я вам их наглядно покажу. Начнем мы с вами со второго ряда сидений. И смотрите, какая интересная штука здесь получается. Когда производитель делает электроавтомобиль, он хочет сделать его каким-то особенным. Он хочет его выделить. Он сильно меняет экстерьер и в том числе интерьер. Но вся эта красота и технологичность почему-то становится неудобной и в каких-то моментах даже убогой. Ребята, это современный электроавтомобиль. Но почему вы, блин, его сделали таким узким? Почему здесь место, по сути, в пятиместной машине только для двоих? Почему, блин, здесь такой неудобный диван? Это большая высокая машина, которая предполагает перевозку семьи. Но он здесь, блин, реально неудобный. Посмотрите на этот центральный туннель. Да, подлокотник. Это все классно. Но почему он такой страшный? Почему здесь такой деревянный пластик? Почему он здесь деревянный? Ё-моё, это электромобиль или это вас? Что это такое, Opel? Почему ты делаешь так? Почему ты делаешь так? Почему здесь не светодиодная подсветка? Почему здесь желтый цвет? Где ваша технологичность? Вы засунули сюда 60-киловаттную батарею и сделали вот такие вот убогие крепления ремня. Посмотрите на них, что это такое, как это выглядит. И таких решений здесь огромное количество. Переходим к переднему ряду, к водительскому сидению. Это главный просос этого автомобиля. Посмотрите на толщину этой спинки, посмотрите на ее размеры. Сейчас я туда сяду и закритикую все это дело. В общем, главный минус этого автомобиля – это передние сидения. Я не знаю, как они умудрились сделать их так, что они максимально, просто максимально неудобные. И на мой взгляд, это в первую очередь отталкивает от покупки этого автомобиля. Смотрите, что здесь происходит. Здесь, во-первых, очень короткая подушка. Ну, часто бывает такое в японских автомобилях. Во-вторых, само сидение по себе узкое. И в-третьих, спинка узкая, щуплая, блин. И это какой-то трындец. Вчера 50 км вечером, сегодня 50 км утром. Болит спина и при этом еще неудобное расположение ноги на педали газа, педали тормоза. И нога тоже начинает затекать. Такое ощущение, что это сделано специально. Такое ощущение, что это расплата за то, что вы получили 60-киловаттную, блин, его батарею. Еще один момент. Такой неудобной мультимедиа я не видел, честно, ни в одном автомобиле. Я не знаю, кто придумал использовать здесь все цвета радуги. Как правило, производители используют два, ну там максимум три цвета, да. Белый и красный, оранжевый там и еще какой-то. Здесь вся радуга. Причем, если в дневное время еще терпимо, то в ночное разобраться с этим или там интуитивно нажать кнопку невозможно. Два дня в этом автомобиле и я до конца, блин, не разобрался с этой мультимедией. Да, сейчас фанаты болтов скажут, ты тупой, да ты там какой-то не такой. Ребят, сядьте в Tesla, сядьте в BMW i3, сядьте даже в любимый вами Nissan Leaf. И даже там все будет нормально по сравнению, блин, с Opel. Смотрите, огромная зеленая кнопка на этом центральном информационном дисплее, на которой написано зарядка АКБ. Нажимая на которую, еще четыре подменю. Нажимая на кнопку зарядка, блин, становится все зеленое. Посмотрите на эти зеленые прямоугольники. Я не знаю, ну зачем так, но это же, блин, электроавтомобиль. Это 21 век. Посмотрите на этот мудренный график. Что это означает? Что мне надо убавить климат, чтобы получить больше энергоэффективности. Нахрена мне это? Мне нужно просто знать, сколько километров я могу проехать и мой расход в киловатт-часах на 100 километров. Для кого это? Кто это будет изучать? Кто эти люди, кто всем этим пользуется? Такой кнопки в меню я, честно, не видел ни разу. Четыре, блин, его разноцветных кружка. Как вы думаете, что это значит? Это, блин, основное меню, где вы управляете аудио, телефоном, проекцией, настройками, галереем. И он старым. Что такое он старый? Ну, по-моему, это что-то связано с интернетом. Ну, блин, заморочено, перегружено, неудобно. Извините, пожалуйста, но это вот реально моя объективная оценка. Думаете, это все? Нет, ребята, блин, это не все. У каждого автомобиля есть центральный замок. У данной машины центральный замок управляется кнопками на дверях. Покажи. Вот там вот они есть на дверочке, вот эти кнопки. Они точно такие же кнопки есть и на водительской двери. Теперь засунь камеру, засунь камеру в этот автомобиль. Нажимая на кнопку, послушайте, какой звук издается. Тух, тух. Для кого это сделано? Для чего такой звук? И самое главное, нигде нет индикации, нигде вы не увидите индикации, что у вас закрылась машина или открылась. А знаете, как понять, закрыта у вас машина или открыта? Вы, наверное, слышали, что новая – это хорошо забытое старое. Так вот, компания Opel вспомнила, как это было раньше. Нажимая на кнопку, у нас выскакивает и убирается пимпочка. У нас выскакивает и убирается пимпочка. У нас выскакивает и убирается пимпочка в современном электроавтомобиле Opel Ampere. Блин, ребята, ну как так? Я не могу это понять. Я не могу это понять. И все эти мелочи – мультимедиа, сиденья, центральный замок, дубовый пластик – честно отталкивают меня от этого автомобиля. Я по своей работе должен хвалить машину, чтобы вы у меня их больше заказывали. Я должен говорить хорошо, потому что я своими словами могу обидеть клиента, который у меня заказал этот автомобиль. Но я не могу, честно сказать, по-другому, если, ну, мне эта машина не заходит, если она мне не нравится. И у меня давно не было такого, что вот прям, знаете, ну вот не зашла, не нравится, не мое, реально неудобно. И, конечно, я должен, я должен честно вам об этом сказать. А теперь пришло время прокатиться. Переводим автомобиль в режим D – Drive. Все это делается джойстиком, ну, примерно таким же, как у классических ДВС. Все скорости переключаются, собственно говоря, им. Есть обычный режим D – Drive, есть режим L – режим повышенной рекуперации. Вот при движении в городе он мне нравится больше. То есть с режимом L я практически не пользуюсь педалью тормоза. Подъезжая к светофору, я отпускаю педаль газа, и машина очень эффективно замедляется. Если же мы ее вернем в положение D, то режим наката будет, ну, такой хороший. То есть вот я сейчас отпустил газ, и машина катится, 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 в принципе, как будто на нейтралке. Поэтому я практически все время ее использую в режиме L. Вроде как есть возможность дополнительно подрегулировать рекуперацию, но как это делается, я, честно говоря, не разобрался. Вроде как кнопками под рулем, но переключая вот клавиши слева в нижней части, у меня меняется аудиосистема, то есть с FM переходит на DAP, например. Вот. Есть какая-то кнопочка под левой спицей, нажимая на которую, не происходит, ну, вообще ничего не происходит. Просто вот для чего она? Я знаю, что фанаты Volvo сейчас в ярости, что вы будете меня ругать, что фанаты болтов Chevrolet тоже уже в бешенстве закипели, и говорят, какой ты идиот, ни хрена не можешь с нормальной машиной разобраться. Ребят, ну я сужу с точки пользователя, который до этого ездил на BMW i3, на Nissan Leaf, на Tesla. И вот я сажусь, имея некий опыт эксплуатации электроавтомобилей в амперу, и сходу не могу с этим разобраться. То есть, чтобы мне понять, мне нужно открыть мануал или открыть YouTube и уже дальше во все это дело вникать. Что же касается самих ездовых качеств этого автомобиля. Он тоже эластичен, он достаточно динамичен, у него также есть режим Sport, который включается клавишей вот здесь вот на консоли. Нажимая клавишу Sport, загорается синенькая индикация на водительском щитке прибора, и машина достаточно бодро ускоряется. В принципе, по динамике вопросов у меня совершенно к этому автомобилю нет. Но в плане комфортности подвески, прохождения неровностей, вообще, как эта машина ведет себя на трассе, мне не нравится. В моем рейтинге электроавтомобилей я бы поставил ее на последнее место, исходя из того, на чем я ездил. То есть, даже ниже Nissan Leaf. Может быть, я, конечно, этим кого-то обижу, ребят, но извините, пожалуйста, вот это мое честное мнение. То есть, мне не нравится, как отрабатывает подвеска. Она жесткая. Где-то машину на неровностях подбрасывает. Подвеска шумная, когда переезжаешь рельсы, прям что-то погряхивает спереди. При этом, ну, идеальное техническое состояние. Реально здесь придраться у этого автомобиля просто не к чему. Есть приятные ассистенты. Ну, обогревом сидений сейчас никого не удивишь. Есть обогрев руля. Он, опять же, на левой спице активируется. Есть круиз-контроль. Причем, я так понимаю, что... Вот съемки эти, блин, съемки. Всегда смотрите за дорогой, а не за этими камерами. Потому что пешеходы и жизни окружающих это намного важнее, чем съемки. Есть система, кстати, вот начал про нее говорить и пешеход пошел, которая предупреждает о столкновении. То есть, если вдруг какое-то препятствие, и в том числе пешеход, должна сработать индикация. Вообще, машина должна мощь сама остановиться. Можно выставить дистанцию. Здесь неплохая аудиосистема BOSS. То есть, музыка должна играть неплохо. Вот такая вот, ребята, эта машина. Для того, чтобы нам с вами включить заднюю передачу, нам нужно этот джойстик перевести в самое высокое положение и повернуть налево. Сейчас я вам это все дело продемонстрирую. Смотрите, мы останавливаемся. Жмем торцевую кнопку. До конца вверх нейтраль загорелась. И R, реверс назад. При этом джойстик отыгрывает на свое место. Включилась камера заднего вида, и мы с вами движемся назад. Вот так вот это все дело работает. Оп. И мы сейчас с вами еще разочек начнем движение. Ребят, но при всем этом, несмотря на всю эту критику, у этого автомобиля есть одно большое преимущество перед другими. То, что у нее батарейка 60 кВт часов. То есть, в данной ценовой категории это максимум. Поэтому, если вы хотите максимальный запас хода, придется с чем-то мириться. Сколько на ней можно проехать? В режиме на рекорд, если вы будете тошнить, отключать климат, если на улице будет тепло, вы сможете проехать до 500 км. Может быть, 480 км. Может быть, 450 км. Опять же, кто как ездит. В обычном же цикле, если с включенным климатом, с печкой особо не экономить, 350 км эта машина должна проезжать. То есть, 60 кВт, 350 км в таком облегченном, скажем так, режиме. И, конечно же, пару слов про ценообразование. Ребят, конкретно этот автомобиль 2017 года с пробегом 29000 км. В хорошей комплектации, в идеальном состоянии, обошелся клиенту в сумму 25500 евро. Эта цена уже под ключ в Москве. Соответственно, если вы будете покупать машину с пробегом больше, то цена будет меньше. Покупали мы эту машину, кстати, на сайте Мобили ДЕ. К сожалению, цены растут. Просто бешеный какой-то рост цен, безумие. Купить на аукционах получается по рыночным ценам, то есть, по тем же самым, что и на Мобили ДЕ. Поэтому это зачастую теряет всякий смысл. Очень много покупок в последнее время мы делаем именно на Мобили ДЕ напрямую в Германию. Друзья, на сегодня у меня все. Надеюсь, что данное видео будет для вас не только интересно, но и полезно. И оно поможет познакомиться вам с моделью Opel Ampere. И поможет сделать правильный выбор, если вы вдруг собираетесь покупать электроавтомобиль. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч, друзья. И не забудьте подписаться на канал. Здесь рассказывают про интересные европейские автомобили. И кое-как Продолжение следует...